Случилось то, что случилось, и мы все, многие из нас, по крайней мере, попали в сложную ситуацию. Как будем выходить, когда кончится, ну и вообще констатация факта. Итак, здравствуйте, друзья, здесь Демитков Юрий. Я решил провести на своем канале опрос. Сейчас вы видите его. Как долго вы продержитесь, если потеряете основной источник своего дохода? Ну, я знаю, что очень многие люди работают где-то там на окладе, и многие рискуют потерять свои доходы. Сейчас ожидается безработица, хотя для меня это удивительно, но не хватает комплектующих на всякие вещи. Если автоваз закрылся, то там будет достаточно сложно. И что меня радует в ответах этих людей, которые ответили на мой вопрос? Ну, во-первых, я могу сказать, что это люди, которые подписчики моего канала, что очень приятно. И мне вдвойне приятно, что среди подписчиков моего канала большая часть людей смогла такие обеспечить себя. И я считаю это своей заслугой. То, что я столько лет выкладывал видео, я убеждал людей, что надо инвестировать, надо откладывать денежки, потому что могут наступить трудные времена. Вот они наступили. И посмотрите, давайте посмотрим на результаты. Сейчас уже 204 голоса. Ну, какая-то статистика есть. Как долго вы продержитесь, если потеряете свой основной источник дохода? Максимум месяц 26%. Ну, немало, конечно. И я думаю, что среди населения, вообще говоря, вот страны, этот процент просто намного выше. То есть большинство населения завязано только на один источник дохода. Это зарплата какая-нибудь и прочее. Любая задержка зарплаты и все. А там кредиты и прочее, прочее, прочее. Среди моих подписчиков это 26%. Не так много. Месяца 3. Смотрите, когда я говорил, что финансовые планы и так далее, что надо откладывать денежки и иметь денег как минимум на полгода, то, ну, или хотя бы на месяца на 3. Смотрите, у меня месяца 3 25%, примерно столько же, да? Полгода 20%, примерно год 7% и больше года 23%. Последняя цифра меня особенно радует, конечно, но это значит, что больше года. Вот, и получается, что 25 плюс 20 плюс 7 плюс 23, то есть 30 плюс 20, 50, 75% из моих подписчиков имеют, в принципе, финансовую подушку и как-то смогут продержаться. Ну, я, наверное, отношусь к тем примерно где-то, ну, больше года, может быть, так вот, примерно год. Что касается меня. Ну, еще я могу напомнить, что я рассказывал о том, что надо иметь множественные источники пассивного дохода. Множественные источники дохода просто, может быть, не только пассивного. И сейчас я вот могу подтвердить, что это вот прямо вот вообще правильное дело. Во-первых, множественные источники дохода. Что это такое? Это диверсификация ваших доходов, диверсификация ваших доходов. То есть какие-то доходы могут уйти, какие-то доходы могут увеличиться. Это есть диверсификация по валютам. Я в прошлом видео рассказывал о том, что портфель, который был диверсифицирован по валютам, значит, валютная часть выросла, рублевая часть упала. Он был диверсифицирован по типам активов, облигаций, акций. И, значит, ну, акции упали, естественно. Они обычно дают больше доходность, но и быстрее падают, больше падают. Облигации тоже очень сильно упали. И скоро я буду вот сейчас анализировать, наверное, может быть, следующее или через одно видео я постараюсь проанализировать, какие акции, облигации можно купить. Там вообще сумасшедшие доходности сейчас по облигациям. Я как посмотрел, до 80% годовых доходностей доходят. Ну, то есть это надо просто брать. И в первый день открытия биржи, конечно же, надо это будет сделать, по крайней мере, от тех, у кого есть кэш. Вот. По поводу источников дохода. Ну, я уже рассказывал, что у меня несколько источников дохода. Вы знаете, что вот YouTube – это, значит, один из источников дохода. Монетизация здесь есть. И, ну, во-первых, YouTube сказал, что он отключает монетизацию там или, значит, прекращает там рекламу. Я так и не понял, он у всех отключает или только у государственных источников. Напишите, пожалуйста, в комментарии вот к этому видео вы видите рекламу или нет. Потому что вот у меня есть доход от рекламы, монетизации – это доход от показа рекламы. То есть если при просмотре моего видео кто-то просмотрел рекламу более чем 30 секунд, то мне капает какая-то 0,001 цент там какой-то. Вот. Но, тем не менее, он капает. И в месяц этих денег накапывает в районе там 120 долларов. Очень даже может быть, что я этих денег лишился. Вот. Ну, еще почему лишился? Потому что эти деньги мне потом, так сказать, раз в месяц Google переводит на карточку банка открытия в долларах. А доллары нынче у открытия там, по-моему, заблокированы. Вот. И, скорее всего, я не получу эти денег. Вот. То есть, как бы, вот такой источник пассивного дохода. Раз он и прекращается как-то. Ну, или там откладывается. Ну, значит, другой, так сказать, там другой источник пассивного дохода, или там не пассивного дохода, доход от продажи курсов, от ИП, который идет. Ну, соответственно, я думаю, что сейчас он тоже будет небольшой, потому что, ну, сейчас мало кто рвется открывать брокерские счета. Мало кто рвется начинать инвестировать, ну, во-первых, и не на что, так сказать, во-вторых. Поэтому, хотя я говорю, что, ну, это надо делать, но сейчас уже многие, хотя не факт, я не знаю просто. Здесь пока неопределенность. Вот. Ну, есть возможность, что этот источник тоже накрывается. Третий источник – это, конечно, сказать, взаимодействие там, ну, с открытием, и там тоже все потихонечку так может накрыться медным тазом. И есть еще источник дохода – это полиграфия, которой я всегда занимался. И после того, как я закрыл производство и все стал отдавать на аутсорсинг, это стало внезапно весьма доходным предприятием. То есть я рассчитался с долгами и даже, так сказать, там зарабатывались какие-то деньги. Но что с полиграфией? Смотрите, там уже другие проблемы, другие нюансы. То есть там доходы, скорее всего, увеличатся, они должны увеличиться, потому что тиражи увеличатся, потому что, ну, внутреннее производство, это, наконец, должно начать расти. То есть все, импортно-замещение. Сейчас правительство, наконец-то, вспомнило, что надо помогать бизнесу, надо развивать бизнес. Ну, мне кажется, это уже примерно так же, как при коммунистах, там, Горбачева, когда назначили, что надо хозрасчет там и так далее, и так далее. Но это уже было поздно, и развал был неотвратим. Сейчас тоже, мне кажется, что это правительство, которое... Это правительство, которое 20 лет занималось тем, что изобретало схемы распила бюджета, вдруг начнет развивать промышленность. У меня есть сомнения. Вот, и как за, там, месяц сделать так, что вдруг мы начнем импортозамещение делать, которое мы разваливали 20 лет? Ну, я не знаю. Вряд ли это получится. То есть станкостроения у нас нет как такового, и это целая отрасль, которую очень трудно создать. Вот, чипы всякие и так далее, микросхемы, они же все импортные. Как мы их создадим? Да никак. А они были когда-то. Вот, поэтому здесь я в такое возрождение, честно говоря, не очень верю. И разрыв внешних связей скажется, ну, капитально на благосостоянии буквально людей. Потому что, ну, к этому все шло. Вот, и в этом смысле надо, конечно же, думать о том, что надо создавать источники пассивного дохода, надо создавать просто источники пассивного дохода, надо создавать, в конце концов, подушку безопасности. Потому что вот такой, вы видите, явный случай произошел, который, ну, совершенно невероятный был абсолютно, что, так сказать, там будет совсем все плохо и сразу все вместе. Вот, ну, оно случилось. И я еще раз говорю, что диверсификация, вот, всякая, она помогла, и есть подушка безопасности. Да, есть еще так называемые страновые риски, и надо, конечно же, раскладывать денежки по разным странам. Вот, страновой риск, он реализовался. И когда я рассказывал о том, что надо, ну, делать вклады в инвестиционное страхование жизни и так далее, люди говорили, да там никакой доходности вообще нет, там нулевая доходность. Ну, и что вы скажете сейчас, когда вот в стране все может накрыться, и вообще все может накрыться, понимаете? Вот, ну и что? Ну, можно, когда есть денежки в другой стране, скажем, в Австрии, то почему бы и нет? Вот, многие люди, которые открыли, благодаря мне, вот, социально-накопительные программы в австрийской компании, они тоже, конечно же, чувствуют себя достаточно защищенным, потому что денежки есть. Да, их трудно оттуда сейчас забрать, потому что если свифт отключен, то трудно, но они там есть, и если что, они пригодятся там. Вот, поэтому тоже хороший фактор, то есть, и на те денежки я тоже смогу прожить, ну, там, ну, как минимум год точно, еще один. Вот, так что со всех сторон надо иметь безопасность, диверсификацию, и, как я уже сказал, надо иметь диверсификацию доходов, что это такое еще, это значит, что надо, когда мы, ну, живем, получаем образование и так далее, надо получать по максимуму различных навыков. Где бы вы ни работали, постарайтесь, ну, осваивать смежные профессии. Если есть возможность взять какую-то дополнительную работу, которую вы не, ну, как бы, может быть, не делали, но есть возможность научиться что-то делать дополнительно, я всегда использовал это дело и всегда говорил, и своим детям говорил, что, слушайте, ну, если у вас есть возможность заниматься чем-то еще, ищите такие возможности. Ну, и это всегда помогало, то есть, я, в принципе, как бы по специальности прикладной математик, работал научным сотрудником, но, тем не менее, когда меня посылали куда-то там, на какую-то стройку, я всегда старался брать самую квалифицированную работу. И первое, я помню еще, когда студентам там посылали, там, в то время бывали такие вещи, посылали там, кого-то на картошку посылали, меня почему-то, ну, как бы, направили на стройку, и на стройке прораб нас собрал и говорит, есть ли у вас плотники? И все такие молчат, я говорю, я плотник, какой я плотник? Вот, я говорю, ну, топор в руках держал, значит, плотник, вот, и, соответственно, там я научился делать опалубку для бетона, там требовалось просто это дело, и там под руководством, там, этого самого прораба, ну, он мне объяснил, что, как делать. Позже я строил дом, и мы тоже занимались этими опалубками, и мне это пригодилось впоследствии, вот, а потом, когда дом вышел с нулевого цикла, и, значит, ну, потребовалось дальше, когда спросили, кто хочет приобрести специальность стропольщика, я ученый, прикладная математика, но я пошел, прошел какие-то там курсы, получил корочки стропольщика, работал стропольщиком, то есть это вот майна, вира и так далее, это, так сказать, там сложно, это, как зацепить груз, как безопасно это сделать, как его к крану, там, разгрузить и так далее, это мне тоже пригодилось, в конце концов, и там же, когда мы строили дом, я всегда стремился крутиться возле каменщиков, и всегда интересовался кладкой и так далее, ну, и что, в результате я построил трехэтажный дом в себе, так сказать, и опалубка пригодилась, и все вот эти навыки мне пригодились, то есть в жизни, и потом, значит, математик, то я математик, ну, я же прикладной математик, понимаете, то есть всякая электроника, там, кибернетика, она тоже мне не чужда, и когда я занимался полиграфией, у меня были станки, но очень трудно найти наладчика для станков, в результате я стал этим самым наладчиком, то есть я эти, там, всякие схемы, там, какие-то реле, значит, там, искал неисправности, как-то там, менял микросхемы какие-то, даже буквально там, ну, не микросхемы, но платы печатные точно, вот, разбирался там с осциллографом, куда-то тыкал, а куда деваться, приходится быть ремонтником и прокладывать какие-то линии, кабели и такелажником, и все прочее, и все это может пригодиться по-любому, то есть жизнь-то, она непредсказуема, как вы видите, да, поэтому, ну, как бы, без работы я не останусь, а сейчас я, как видеоблогер, сказать, я могу заниматься и видеомонтажом, вы скажете, это никому не надо, да надо, конечно, и, во-первых, а, вторых, да, и съемками, и как оператор то же самое я могу заниматься, причем этим я могу заниматься в любой стране, тем более, что я знаю кучу иностранных языков, что также повышает мою конкурентоспособность, ну, вот, как бы так, то есть есть диверсификации во всем, поэтому, если можете, получайте опыт любой, значит, опыт вождения, так сказать, я, как бы, как водитель тоже, будь здоров, вот, такой опыт, мама не горюй, не у каждого таксиста такой, поэтому получайте максимальные навыки, максимальный опыт, и вы в любой ситуации всегда сможете выжить, даже в такой, как сейчас, сейчас я просто смотрю спокойно и анализирую, и ищу возможности для заработка, но в ближайшее время выпущу, сейчас буду анализировать, что можно купить, куда инвестировать, об этом я расскажу позже. А на сегодня все, лайк, подписка, и до встречи, получайте знания, получайте опыт, сейчас вы получаете его особенно активно, но хорошо тем, кто последовал моим советам, и все-таки создал какую-то подушку безопасности, а там тем, кто не создал, я очень советую начать, по крайней мере, вон там, вон, нажмите, значит, открыть брокерский счет или в описании, это не поздно, и сделайте это прямо сейчас, потому что сейчас открываются потрясающие возможности для того, чтобы очень хорошо вложиться. А на сегодня все, спасибо за внимание. С вами был Демитков Юрий, до встречи.